И сегодня у нас очень интересный отрывок. Вы знаете, когда мы читаем книгу Шмот, или в наших русских библиях это Исход, буквально по каждой странице мы можем делать научную диссертацию, потому что столько всего сказано. И сегодня глава под названием ТЦВ, это 27 глава с 20 стиха книги Исход по 30 главу 10 стих. Безусловно, мы не сможем с вами разобрать все в деталях, но тем не менее, очень важные вопросы, которые есть в этой главе, мы сегодня разберем. Итак, в этой главе в большей части рассказывается о том, как была устроена переносная скиния. Очень важный момент, что в ней находилось, как все функционировало. И для нас, для современных людей, подчас это очень сложно представить. Ну, какая-то палатка, что-то там было, из чего-то дорогого мы понимаем, золото было много потрачено, столько, что сколько хотели, столько и тратили, написано. Когда уже мастера говорили, что нам уже столько не нужно, потому что вы принесли более, чем достаточно. И я хотел бы коснуться некоторых моментов, которые, я верю, что помогут нам более качественно приближаться к Богу на сегодняшний момент. Давайте мы прочитаем сначала главы. 27 глава с 20 по 21 стих. Книга Исход. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Скини собрание вне завесы, которое пред ковчегом откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господа. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилю. Итак, мы понимаем, что в этой скини находились разные предметы, но также там находился светильник. И мы можем увидеть нечто подобное этого светильника. Если вы были в Израиле, вы, возможно, недалеко от стены плачера видели такой золотой, красивый, под два метра высотой светильник. Вот что-то похожее находилось в середине Мишкана, в середине скинии. И он заправлялся на то время елеем. Это было естественно. Многие лампы, они именно на масле и работали. Других вариантов не было. И нужно понимать, что светильник этот, минора, он находился в абсолютно темном месте. В абсолютно темном месте. В скинии не было окон. Туда можно было только войти. И там было темно. И не было никакого другого света. Не было такой, знаете, легкой, приятной подсветки. Не стояли свечки нигде. Не стояли какие-то светящиеся дорожки, которые бы указывали вход-выход или что-то подобное. Это было абсолютно темное место. И один светильник, семь лампад, они освещали все то, что находилось внутри. И нужен ли Богу был свет? Нужен ли Богу тому, кто создал светило небесное и все, что мы видим, видимое и невидимое? Нужен ли ему свет? Мы понимаем, что нет. Что свет внутри скинии, он предназначался для священников. Он предназначался для людей, которые входили в середину. И очень интересно, что еврейская традиция, она символизирует с этим светом, с светом миноры, мудрость Торы, мудрость Слова Божьего. И раввины учат о том, что благодаря именно усердию изучения заповедей Торы в твоей жизни приходит свет. Чем больше ты поглощаешь, вот скажем так, чем больше ты наполнен словом, тем больше света ты можешь приносить. Иными словами, человек сравнивается с вот этим вот светильником, который находится в абсолютно темном месте. Месте, куда извне не проникает никакой дополнительный свет. И свет, он должен исходить изнутри человека. Итак, когда мы понимаем, что сущность света в том, что свет рассеивает всякую темноту. И если нет света, очень сложно передвигаться. Представьте, что вам нужно, вы священник, вы заходите в храм, а там нет света. И вы понимаете, здесь стоят святые предметы. Вот еще несколько шагов, и тут находится ковчег, и там присутствие Божье. И если ты что-то делаешь неправильно, ты можешь просто умереть. Или что-то большее, даже не только ты, но еще какое-то количество людей Израиля может умереть, потому что ты идешь в темноте. Мы помним вот такие вот истории, я думаю, что каждый из нас в жизни переживал нечто подобное, когда вдруг среди ночи вы встаете где-то в незнакомом доме, и вы понимаете, что вам нужно в туалет, например, да? И вы понимаете, что начинается приключение, потому что вы не знаете дома. В своем доме мы более-менее ориентируемся. Мы можем понимать, что надо руку вот так поставить, здесь свет, здесь зеркало, здесь вот это, а вот здесь стол стоит и так далее, и так далее. Но когда мы с вами выходим в незнакомом доме, ты понимаешь, ты не можешь позвать хозяев, потому что как бы неудобно. Начинаешь искать телефон и как-то подсвечивать, да? И периодически можно слышать такое… И ты понимаешь, это результат хождения во тьме. Это результат того, что ты не видишь. То же самое происходило бы в Скинии, если бы не было миноры, если бы минора не было заправлено маслом, если бы не горел свет. Итак, мы понимаем, что очень много в нашей жизни бывают таких обстоятельств, когда мы, живя, вот просто проходя жизнь в этом мире, не наполнены вот этим маслом, друзья. Помните такую знаменитую притчу о десяти девах? Были мудрые, те, которые запаслись, они взяли с собой, и были неразумные. Те, кто не позаботился о том, чтобы ходить во свете. Мы периодически почему-то забываем о том, что масло нужно подливать. Как-то вот так вот, ну вот еще три горит, еще вроде видно, ну да, уже тускнеет, но еще две горит лампадки, а вот уже и одна, ну еще ж горит, я же еще пылаю. И иногда человек смотрит на… Ты можешь смотреть на такого человека, человек сам смотрит на свою жизнь, и ты говоришь, что с тобой? Ты вообще нормально? Ну, как, что у тебя происходит в твоей жизни? Он говорит, не, нормально, нормально. Свет горит во мне, а ты понимаешь, что все тухнет, тухнет, пригасает, и скоро придет темнота. Это образ, друзья, но этот образ, он имеет практическое значение для нас. Мы способны расслабиться, способны где-то войти в такое состояние, как будто этот свет будет гореть вечно. Нельзя было к миноре подключить какой-то водопровод елея, вот знаете, чтобы автоматически что-то добавлялось или там по расписанию. Нет, ты должен был встать, принести и залить. Нельзя напитаться Словом Божьим один раз и на всю жизнь. Это задача, которая есть перед нами, которая стоит каждый день. Мы ответственны за то, чтобы наши светильники горели. Мы ответственны за то, чтобы внутри нас было достаточно масла для того, чтобы мы могли находиться в правильном месте. Друзья, минора, она стояла в середине скинии. Благодаря тому, что она там стояла, была возможна вообще сама суть жертвоприношений. «Предстояние перед Богом». Если бы она там не стояла, нельзя было бы сделать то, что Бог ожидал. Вы понимаете? Если масла недостаточно, нельзя сделать то, что Бог от нас ожидает. Мы не сможем исполнить своего предназначения, мы не сможем принести хороший плод, потому что мы не знаем, куда идти, что делать, как направлять свои шаги, как правильно предстоять перед Богом. Итак, золотой светильник очень часто в Писании, когда мы смотрим, он символизирует также действие Духа Святого в нашей жизни. Давайте мы посмотрим Захарию, 4 главу, с 1 по 6 стих. Захария, 4, 1, 6. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Не воинством и не силою. Светильник, он говорит о том, знаете, как бы, что мы, как светильники, которые могут быть наполнены не воинством и не силою, но духом Божьим свершаются определенные вещи в нашей жизни. Бог использует нас, как свои сосуды, для славы своей. Я верю, что мы должны обращаться к Богу с такой вот просьбой, Боже, то, что есть внутри меня, увеличь. То, что есть, то, что я могу делать сейчас. Я хочу вырасти, я хочу пойти дальше. Очень хороший пример для нас, пример Елисея. Вы помните, друзья, когда Илья, он собирался уходить на небо, Бог ему сказал об этом, и Елисей, он не отставал от него. Он ходил за ним и говорил, я хочу, чтобы дух, который на тебе, он был на мне в двойной силе. Мы помним целую историю, как они ходили, как он говорил, что если ты хочешь этого, то ты должен увидеть, как я буду взят, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот такое интересное желание. Я хочу, чтобы дух, который на тебе, был на мне в большей степени. В два раза, чтобы я мог делать то, что Бог хочет. Чтобы я мог быть использован Богом для Его целей. Наша минора, она есть внутри каждого из нас. Друзья, у каждого из нас есть минора. И вы помните, мы как-то проводили такие молитвенные служения. Зажги свою минору. Целую неделю мы собирались для того, чтобы каждый день молиться. Было хорошее время. И я верю, что периодически нам нужно повторять такие вещи. Просто зажигать, очищать свои чашечки, очищать вот разные какие-то фитильки, и чтобы масло больше влазило. Мы знаем, что если масло не чистить, там будет осадок. Даже если это самое-самое лучшее масло. Все равно надо периодически делать определенную чистку, чтобы больше было, чтобы света было больше, чтобы более качественно можно было священно действовать в присутствии Господа. Ишуа говорит, я являюсь светом этому миру. Я свет. Я тот результат, который получается от взаимодействия Божьего огня, Елея в определенном месте. Он говорит, я начинаю освящать путь. Я показываю, куда идти. Я показываю, что делать. И Матфея 7 глава 11 стих ободряет нас. «Отец наш небесный даст благо просящим у Него». Поэтому, когда мы просим, я верю, что мы получим. Если мы действительно хотим то, что мы просим, если мы действительно ожидаем вот этой помощи от Бога, нам очень и очень нужен свет. И очень интересно, что когда мы читаем вот этот короткий стих исхода 20 главы, 27 главы, мы видим, что там идет речь о масле. Масло должно быть непростым. Интересный сам процесс производства Елея. И даже сегодня вы можете увидеть в магазинах, когда продается оливковое масло, оно бывает разных сортов. И что такое оливковое масло? Собирали просто оливки, определенным образом их выдавливали, и вот вам масло. Его делали в пищу и так далее, и так далее. Но когда мы читаем о миноре, мы видим, что масло здесь должно быть какое-то особенное. Итак, смотрите. Масло с оливок выдавливали в три этапа. Первое, что делали, и, возможно, вы видели такие картины, как это происходит. Собираются оливки в такие сетки, большие сетки. Они ставятся в специальное место, простое, ничего такого особенного. Знаете, типа большой лейки какой-то, вот что-то такое. Они ставятся, эти сетки, просто друг на друга. И ничего на них не давит, ничего не происходит. Они просто стоят. Это первый отжим. Иными словами, оливки, они давят друг на друга. Все, ничего больше не происходит. Масла очень и очень мало. Когда же это масло, первое масло, которое именно его использовали в светильниках, оно выдавлено, его собирали аккуратненько. Именно это масло, оно заправлялось в минору. Следующий этап. На эти сетки начинали уже придавливать их понемножку. Выкладывать груз больше, больше и больше. Это был второй отжим. Такое масло, такого качества используют для приготовления еды. То есть масло, оно уже не настолько чистое, потому что под давлением ломаются косточки, под давлением что-то происходит, выходит больше сока. Этого масла много. И третий отжим, когда ложится максимальное количество груза. Масло, которое выходит после этого давления, его не используют для еды. Его используют для различной косметики, для приготовления мыла и так далее. То есть в каких-то таких бытовых вопросах. Итак, друзья, смотрите. Первый отжим, он заправляет минору. Первый отжим. Косточка, ягоды, на которые не давили какими-то дополнительными механическими рычагами. Абсолютно не давили. И в этом производстве есть пример для нас. Когда мы следуем за Господом, мы можем следовать по-разному. Мы можем идти от нашего желания. Мы просто приходим и говорим, Боже, я хотел бы, чтобы Ты менял мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты производил труд в моей жизни и так далее, и так далее. И мы идем. Не все легко. Где-то что-то случается, где-то происходят какие-то процессы, но мы понимаем, что наше сердце есть в этом. Наше сердце в том, чтобы следовать за Богом. Бывает другой момент, другое состояние. Когда человек, он как бы и хочет, но постоянно у него то туда, то сюда. И в его жизни начинаются достаточно сложные, такие скорбные обстоятельства. Потому что Бог любит нас. Бог не позволяет нам уйти в мир. Бог хочет, чтобы наши светильники были заправлены. Он хочет, чтобы мы принадлежали Ему. Но в нашей жизни начинаются какие-то скорби. Их больше, больше и более сложного уровня. Бог, Он поддавливает нас немножко. Друзья, и мы идем. Мы идем, ропщим, перестаем, снова идем, снова ропщим, где-то там обижаемся, еще что-то происходит. Масло выходит. Да, его можно зажечь. Но это не то масло, не того качества. Вы понимаете, да? Одно дело, когда наши дети слушают нас по любви. Другое дело, когда они слушают перед страхом наказания или каких-то последствий. Одно дело, когда мы идем за Господом, потому что мы решили, это нам приятно, это здорово. Это как чистый елей, который заправляет нашу минору. Другое дело, когда Бог нас ставит в такие обстоятельства, когда мы понимаем, что я пойду сюда, я здесь погибну. А вот здесь, ну, правильно. Я понимаю, что правильно, но так мне грешить хочется. И туда хочу, и туда хочу. И вот такое состояние. Бог говорит, нет, 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 нет. Мы будем выдавливать с тебя вот эту грязь, вот это все лишнее, и все равно ты будешь моим, потому что я тебя люблю, потому что ты принадлежишь мне. Итак, какой вывод мы можем сделать? Действие, которое продиктовано нашим желанием, производит плод, который дает возможность Духу Святому использовать нас, как свет в темном месте. Дает нам возможность находиться в присутствии Божьем, потому что, еще раз, смотрите, чистый елей заправлял минору, которая находилась в особенном месте, там, где было очень темно. И это давало возможность священно действовать перед Господом, как за самого себя, так и за других людей. Когда мы подаемся действию Духа Святого, спокойно, добровольно, осознанно и осмысленно, представляя, как написано в послании к римлянам, тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, то Он использует нас. Он использует нас. Дух Святой, Он зажигает нас. Приходит свет и шуа через наши жизни, и это дает возможность другим получать спасение, получать благословение и благодать от Господа. Когда же мы противимся, все становится намного-намного сложнее. Масло второго отжима никогда не попадало в святое, никогда не заправлялось в минору, никогда не давало именно того качества света, который Господь хотел бы видеть. Субтитры создавал DimaTorzok